Вот такой вот маленький тепловизор Вот мы видим, Егор пьет чай, кружка очень горячая А может не чай? Может не чай Кадр один, дубль один Цена у этого прибора заметно ниже, чем у всех остальных Всем привет, с вами OpticStraight И сегодня на обзоре у нас мобильный тепловизор iRay T2 Pro Сегодня мы рассмотрим, как он работает, комплектацию, внешний вид, особенности его А также подключим это устройство к телефону Ребята, вот и наступила осень, а это значит близится отопительный сезон И мы хотим проверить, насколько мобильный тепловизор справится с инженерными задачами А перед тем, как мы начнем, хотела бы вас попросить подписываться на наш канал Лайкать, комментировать и отправлять наши видео своим друзьям И первое, с чего мы начнем, давайте же распакуем эту коробку И посмотрим, что у нас внутри Так, гарантийная всякая лабуда Инструкция Наклеечки Еще вот такая открыточка Переходничок у нас имеется на обычный микро-USB Еще один переходник Type-C Вот такой чехол Он, кстати, довольно прочный и водостойкий Открываем Внутри у нас вот такой вот маленький тепловизор Объектив Вход Type-C в телефон или планшет Это у нас фокусировка И крышка, которая закрывает Вот так это дело выглядит Хотела еще обратить внимание на переходник с микро-USB на Type-C Он очень пригодится для тех, кто имеет старые модели телефонов Так что имейте в виду, он есть в комплекте Итак, дальше мы перейдем к техническим характеристикам На экране мы сейчас выведем основные характеристики Которые вы можете посмотреть и изучить Если вам нужны более подробные характеристики Будет ссылка в описании к этому видео Вон там вот она где-то будет И изучите их более подробно Итак, из данной таблицы можно выделить один из основных параметров Это разрешение сенсора У этого тепловизора оно составляет 256 на 192 Если посмотреть на рынок в целом тепловизоров для телефонов То мы можем сказать, что это самая популярная матрица Потому что ее используют большинство производителей Следующее, про что мы вам расскажем Это подключение тепловизора к планшету или к телефону В данном случае у нас имеется телефон И мы будем подключаться к телефону Данная модель имеет две вариации У нас это тепловизор для систем Android А также есть вторая версия для айфонов И у нее будет вход для Lightning Итак, мы имеем вот такой вот красивый телефончик Вот такой вот Это у нас Honor И будем к нему подключать наш T2 Pro Скачиваем для этого приложение Называется оно XFounder XFounder? Как? XFounder? А! XInfraRed Господи! Короче, скачиваем приложение Которое указано у нас в инструкции Приложение у нас установилось О! Разрешить Инфрарей снимать Так, здесь у нас сразу выдалась куча настроек Итак, подсоединим Он у нас просит подсоединить К телефону Подключаем Открыть приложение Доступ к USB устройству Нажимаем ОК Дали ему доступ Вы можете слышать звук щелчки Это у нас идет калибровка тепловизора И все, собственно Снимаем крышечку И нацеливаемся Вот Два Человечка Это устройство у нас готово к работе Сейчас мы вам покажем Какие же есть здесь цветовые палитры Что вообще может это приложение Совместно с телефоном Вот мы видим Егор пьет чай Кружка очень горячая А может не чай Может не чай Так У нас есть вот такой режим Это Режим ниндзя Так называемый Да Дальше горячий красный Мы видим в кружке Пятно виднеется Прямо такое горячее Черный горячий Здесь прям очень хорошо видно Что кружка горячая Белый горячий Железный И режим слияния Вот такой вот интересный режим Егор весь зеленый Ну собственно Это что касается палитр Здесь можно даже прицельную сетку поставить Вот пожалуйста Дальше Вот такие всякие штучки Ах вот он режим ниндзя Прикольно Видно такое У кружки горячее Красное пятно Вернемся В обычный режим Давайте в черный горячий Дальше Вот здесь у нас сейчас Включается Самое отслеживание Горячих точек И он нам показывает На экране Вот с крестиком таким Следит Да Что это Самая горячая точка А эта кнопочка Отвечает за калибровку Также мы можем Посмотреть И настроить Настройки Вот измерения Температуры Картировка Температуры Поворот Зеркальная Логотип Водяной знак Можем выключить Режим HD Камера системы Вот камеру Если включить Можно видеть Что вот тут вот Егор У себя дома Пьет Чай Дальше Выключить Дальше Погода Время Картинка В картинке Ну это понятно Вот она Все режимы Как у обычного Тепловизора Есть Так Еще важную Функцию Покажу Это увеличение Вот так вот Это выглядит Это очень смешно Дальше мы вам покажем На расстоянии Как это все выглядит Но сейчас вблизи Это конечно Смотрится Вот так Вот кружка В общем у нас Цифровое увеличение От начальной кратности 2 до 15 Вот так Ну что Переходим К самой Наверное Интересной части Как и говорили Мы будем проверять Способен ли наш Маленький Тепловизор На Большие Задачи Пойдем Осматривать дом Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Кадр один, дубль один Сейчас мы вместе с вами посмотрели, как происходит нагрев в радиаторе Как распределяется тепло в отопительной системе Отследили теплопотери в окнах Показали разницу из неутепленного и утепленного участка стены и спиноблока А также заглянули в электрощиток, а еще сняли самолетик и котика Мы также посмотрели, как видят этот маленький тепловизор человека и автомобиль на достаточно большом расстоянии А это было 400 метров Как считаете, наш маленький тепловизор справился с поставленной задачей? Ответ пишите в комментариях Мы обязательно почитаем и ответим вам А теперь подытожим наш обзор Главный плюс, то что выделяет его среди других тепловизоров Это то, что он подключается к смартфону или к планшету А отсюда вытекает несколько особенностей Это то, что вы сразу можете наблюдать картинку в экран телефона Также вы можете сразу передать полученные видеоматериалы или фотоматериалы Ну, если заказчик, например, попросил вас срочно ему отослать Это, мне кажется, очень незаменимая вещь Следующим плюсом это то, что вы смотрите в большой экран В большой дисплей, в отличие от автономных тепловизоров У всех современных телефонов очень высокое разрешение дисплея А это значит, что картинка будет очень хорошего качества Еще одним несомненным плюсом будет то, что он очень маленький Вы только посмотрите на его размеры Его можно взять с собой в поход, на охоту Куда угодно, положить просто в карман Вот так И все Еще в чехольчик, чтобы, не дай бог, он не пострадал Еще одним преимуществом будет то, что цена у этого прибора Заметно ниже, чем у всех остальных тепловизоров Которые имеются на рынке Ну, соответственно, это из-за маленького объектива Маленьких размеров То есть материалов затрачено здесь по минимуму Но, тем не менее, у него очень большие возможности Как вы уже видели ранее из наших видео Таким образом, T2 Pro предлагает вам отличный и доступный вариант для наблюдения С вами был OpticStraight Надеюсь, этот обзор вам поможет Подписывайтесь на канал Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok